GPS-технологии помогают преодолевать преграды. Все больше жителей республики, которые испытывают проблемы со зрением, применяют в своей жизни инновационные программы. Мой коллега Дмитрий Ковалев узнавал, какие ноу-хау разработаны для передвижения незрячих людей и способны ли они заменить белую трость. На помощь незрячим приходят современные гаджеты. Эта специальная программа работает на операционной системе Android. Управлять мобильным приложением возможно касанием пальцев и голосом. Здесь, значит, отображается карта, где мы находимся. В начале работы я всегда смотрю, сколько спутников, спортивный центр, дворец «Самба». Ну вот давайте мы его активируем и привязываемся к нему. Установить как пункт назначения. Активируем данный момент. С точностью до метра программа рассчитывает расстояние до объекта и время в пути. Педагог Николай Парахин пользуется этим приложением не первый год. Он преподает уроки информатики в столичной библиотеке для слепых и слабовидящих. Каждый день ему приходится добираться в Чебоксары из Канаша. Говорит, что мобильный навигатор стал верным помощником в дороге. В 2014 году, в апреле месяце, я съездил на обучение. Это город Москва, КСРК ВОЗ, где три недели нас обучали пользоваться этой навигационной программой. То есть нам сперва объясняли теорию, как все работает, как надо реагировать на различные инструкции, которые выдает программа. Недавно мобильная программа была модифицирована. Незрячие люди буквально в пять кликов могут отметить на карте и координаты своего местонахождения. Чтобы дойти до какого-нибудь адреса, я задаю здесь, захожу в главное меню, поиск, пишу адрес, куда мне нужно дойти. И вот когда выхожу с троллейбуса, сразу включаю ОЗМОТ и иду по этому адресу. И ОЗМОТ меня приводит прямо до этого дома. На вооружение незрячим приходят и другие инновации. Специально для незрячих программа Дотвакер. Но она не очень, скажем так, такая функциональная. Там функциональность урезана. Она удобна как? Например, в ней устанавливаем, озвучивают только остановки. И когда человек едет в транспорте, он может ставить себе в ухо наушник, и она будет просто ему озвучивать на остановке. Подобные технологии облегчают жизнь людям с ограниченным здоровьем. Правда, как говорят герои нашего сюжета, к этому тоже надо привыкнуть. Так что собаку-проводника и привычную белую трость отменять пока рано. Без белой трости нам никак не обойтись. Поскольку мы идем, мы же можем споткнуться через бордюр, мы можем не заметить яму. Или же еще наткнуться на машину. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Мы должны быть вместе. По таким девизам в Москве прошел первый форум народов России и Евразии. Он собрал представителей общественных организаций России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Белоруссии, Армении. В работе форума приняла участие делегация Чувашия. На форуме обсуждали вопросы национальной идентичности, уважительного отношения к людям разных этносов, перспективы развития международного гуманитарного сотрудничества. Мир нужен всем народам. Это особенно явственно видно в наши дни, когда межнациональные конфликты стали поводом для войны в разных уголках Земли. Для гостей провели экскурсию по Центральному музею Великой Отечественной войны, чтобы они вспомнили, каким жертвам приводят противостояние. Мы являемся примером согласия мира. Мы любим все народы. Чувашская республика самая гостеприимная республика. Об этом говорит на форуме о Москве. Слух, не один человек. И мы должны сейчас, в этих сложных условиях, в условиях, когда возникают некоторые сложные трудности, народ в это время еще сильнее объединить, для того, чтобы были примером во всем. И социальной жизни, и экономической жизни на основе укрепления нашего единства. Форум станет постоянно действующей площадкой для общения народов. Его цель – объединить людей разных национальностей. Запланировано проведение общеевразийского съезда, фестиваля конкурса национальных культур, мелодии единства, экспедиция на Северный полюс и много других акций.